Микс Ньюс Здравствуйте все, кто нас сейчас слушает. Сегодня вторник. День добрых дел на радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь, для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина. И гость я в студии у нас руководитель благотворительного фонда Бернуридс Ярослава Томашевич. Добрый день. Мы помогаем сегодня, включаем «Зелёную лампу» с помощью Ярославы для 18-летней Валерии Якимовой. Лерочка Якимова. Те, кто нас постоянно слушают, помнят это имя, помнят эту девочку, потому что про неё мы не раз рассказывали. Сейчас ситуация такая, что ей нужно из-за того, что был карантин, и она не смогла вовремя получить лечение. У неё некоторые осложнения появились. И чтобы справиться с последствиями тяжёлой болезни, это был в детстве лейкоз и пересадка костного мозга, девочка должна была провести всю жизнь в инвалидной коляске, по прогнозам. Но благодаря реабилитациям и силе воли самой Леры, год назад она начала ходить. Она встала из коляски и сделала первые шаги. И сейчас у неё продолжается вот этот прогресс, но очень-очень нужна реабилитация, которая закрепит те достижения, которые она уже достигла, те успехи, которых она добилась. Четырёхнедельный курс реабилитации в клинике Минска, в специализированном центре Минска, вместе с дорогой и проживанием, стоит 3550 евро. На целый месяц её врачи ждут сейчас, но вопрос только в деньгах. Благотворительный телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает для Лерочки до 22 сентября. Мы позже ещё расскажем про эту девочку подробнее. И евро 42 цента звонок. Нам важен каждый звонок, все звонки соединяются, все маленькие звоночки соединяются в большую сумму. Если вы наберёте этот номер 9306384, вы отправите свою энергию, свою помощь, свою любовь, может быть, незнакомые для вас девочки, но это сыграет очень большую роль в её жизни. Ну и напоминаем, что в гостях у нас сегодня Ярослава Томашевич, руководитель благотворительного фонда Берну Риц. Совершенно не случайно, потому что вот буквально недавно, 7 сентября, ну мы с ними уже давно сотрудничаем с этим фондом, да, они занимаются детскими домами, помощью детям, лишённым родительского тепла, да, то есть этим детям, наверное, намного больше нужно, чем обычным детям, да, которые растут в семье. И вот 7 сентября мы побывали у них на большом празднике, это, наверное, впервые, это с таким размахом, да, Ярослав? Такого масштаба первый раз, да. Шесть детских домов Риги были собраны вместе, и для них Берну Риц во главе, которого Ярослава стоит как раз, да, Берну Риц устроил потрясающий, просто такой феноменальный праздник, где участвовала вся латвийская эстрада. Вот давай подробнее, да, можно немножко? Прямо с этого и начнём, как это всё было. Да, идея вообще фестиваля родилась очень спонтанно, потому что мы тоже, наверное, как и многие, были ограничены какое-то время сильно неведением касаемо ограничений из-за вируса. То есть на несколько месяцев вообще мы все мероприятия приостановили, и даже когда уже было разрешено с какими-то указаниями что-то делать, да, то есть мы всё равно, так как это всё-таки группа риска, детки, особенно детки, которые особенные, да, подвержены, то есть мы всё-таки очень осторожно. Мы помогали как бы материально больше, дистанционно, через интернет-магазины делали какие-то заказы, но мы не встречались с детками. И у нас такая интересная история была, что на апрель было запланировано празднование Пасхи, где согласился выступить для деток на Тейке, где как раз особенные детки на их празднике, что вот мы встречаем Пасху, катаем яички и так далее. И согласился выступить Лаурис Рейникс, то есть тоже на благотворительных основах, как и все, кто с нами участвует, да, в каких-либо мероприятиях. То есть все бесплатно выступают. Совершенно, да, это у нас такое очень важное условие, потому что если даже мы возьмём кого-то за оплату, да, с пожертвованием, то это просто будет, мы считаем, честно по отношению к остальным, которые делают бесплатно, да, почему как бы кто-то… Ну и по отношению к тем, кто жертвует. И по отношению к тем, кто жертвует, да, в том числе, поэтому как бы у нас это наше такое обязательное условие участия в нашем движении. Пасха. Да, и как бы, да, мы ждали, ждали, всё уже там договорились, Лаурис Рейникс, так ура, дети его очень любят, там знают его песни. И, конечно, в марте мы понимаем, что как бы Пасха отменяется на неопределённое время, как бы, да, и, соответственно, с ним тоже созвонились и перенесли. И вот, как бы, в какой-то момент в июле, по-моему, мы уже как бы могли делать какие-то мероприятия и поняли, что надо обязательно сделать мероприятие с Рейниксом в этом году, потому что, ну, кто знает, как говорит, такое железо, пока горячо, да, кто знает, что там будет в следующем году, да. И думаем, так, мероприятие обязательно должно быть на улице, да, потому что внутри мы в этом году вообще не планируем никаких мероприятий, да, может быть, только под Рождество соблюдая, да, все меры предосторожности, потому что всё-таки будет холодно. Но, как бы, сейчас нет, только на улице. И тут мы понимаем, что в Иманском детском доме, где вы как раз, Резада, присутствовали 7 сентября, у них есть эстрада на улице, то есть, прям с крыши. Там большая-большая поляна такая. Да, да, то есть, очень удобное место такое в закутке. И я, значит, звоню старшему социальному работнику, говорю, слушай, давай сделаем у тебя концерт вот с Рейниксом. Ну, давай, давай вот пригласим все вот детские дома, которые из подобных структур, да, ты идёт как бы под Рижской думой, все шесть детских домов. И потом, так, а мы как раз вот с Ириной, с моей коллегой, хотели всё время сделать вот такой благотворительный фестиваль. Ну, такой вот давай, давай, знаете, как аппетит приходит во время еды, хочется всё больше, больше, громче. Вот, и больше дела для деток, в первую очередь, конечно. И тут мы такие, так, есть эстрада, есть Рейникс, а давай, может быть, попробуем сделать фестиваль. Начали обращаться к другим, как бы, известным личностям, звёздам. Все начали соглашаться, и в итоге у нас там более десяти артистов согласились. Это ещё надо, чтобы время совпало у всех, да? Да, да, это как бы, ну, нам повезло, что Лаурис, в принципе, по-моему, мог только один день в сентябре, и это был понедельник. Поэтому мы просто дату выбрали под него. Фантастика. И, как бы, понедельник мы поняли, что это очень был успешный день, потому что у многих, как бы, звёзд, он более-менее свободный. А кто ещё? Давайте перечислим, Юра. Так, значит, кто у нас был? У нас была Мария Наумова, да, вы видели, открывала наш фестиваль. Ая Андреева, Аиша, да, раньше у неё был псевдоним. Чайна, рэпер Зут из Натры, Денис, Байба Рейне. Иллюзионист был Робби Странклос, который вот как раз развлекал детей фокусами. Киевич. Киевич был Андрис, да. А Роберто Мелони пел. И вели Роберто Мелони и Эдгар Торетто. Эдгар тоже наш давний друг, всегда нас поддерживает. И друг из зелёной лампы. Ну вот, у нас очень много, слава богу, общих друзей, видимо, потому что да. То есть такая мощная команда получилась. Да, да. А вот вы говорите, мы придумали, мы решили, мы захотели. Мы – это кто? Так, ну начнём с того, что изначально, и с 2015 года, когда я стала руководить фондом, да, потому что вообще там в следующем году уже будет 15 лет. То есть как в 2006? Да, в 2006 я изначально была в фонде, я была волонтёром, и в 2015 я стала… Ирослава, сразу такой вопрос. Это достаточно такая долгая временная дистанция. Сколько вам было лет, когда вы начали заниматься благотворительностью, помогать детским? Да, мне был 21 год. 21 год. Сколько я в магистратуре училась, как раз мне хотелось как бы забить, так сказать, своё время какими-то работами. Я думаю, сейчас до сих пор я это наблюдаю, что люди как бы хотят заниматься волонтёрством, ну просто кто-то не знает как, что, ищут какие-то, да, то есть какие-то активно, особенно молодые люди, какой я была и являюсь сейчас. А что было толчком? Вот вдруг 21 год, да, голова забита, в общем-то, у молодых людей совершенно другими вещами в этом возрасте. Некоторые на дискотеке хотят ходить. Я ходила одну другую. Не мешай. То есть там было интересно, потому что две мои подружки открыли вот как раз Байну Рис, благотворительный фонд, они были старше меня, вот, и как-то я сразу вовлеклась. Мне нравилось и до сих пор нравится вот как и на основной работе, так и в фонде, то есть что-то вот организовывать, какие-то проекты, какое-то движение, да, с новыми людьми знакомиться, что-то делать, видеть результат этой работы. И, соответственно, я помогала им делать какие-то мероприятия просто как волонтёр, да, я даже не была, у меня не было никакой должности, да, ни по бумагам, то есть мне это просто не надо было. И потом, соответственно, год за годом в какой-то момент у девочек просто поменялись какие-то, кто-то уехал за границу, кто-то ушёл в декрет, да, то есть совершенно нормально. Но вы набрали опыта. Да, я набрала опыта, то есть я уже, у меня вообще было тогда, я звонила просто спонсором, спрашивала товар, да, то есть такая работа была, вот, ну как бы волонтёрство. И, соответственно, в один момент просто девочки немножко от этого ушли, как бы, ну что нормально, потому что просто какие-то другие интересы, приоритеты появились, да, и тем более за границей это, конечно, сложно. Очень сложно этим заниматься здесь. И, соответственно, как бы фонд не закрывался, он как бы был, и я как бы подписывалась, что я руководитель проектов, когда писала, да, куда-то письма, и продолжала вот эту деятельность, просто по бумагам как бы я не была, но я продолжала, вот как бы я там руководитель проектов повторюсь, и, соответственно, делала всякие мероприятия. Ну давайте вот скажем, я тут перебью чуть-чуть, просто представим, кто такая Ярослава, то есть помимо того, что она занимается фондом, руководит уже много лет, у неё ещё есть основная работа, где она работает, да, фонд это для души. Конечно, да. Там работа, ой-ой-ой какая. Вот, и кроме того, она мама троих детей, маленьких, да. Всё правильно. Вот, мы ещё правильно на этом и становимся. Да, да. То есть вот так столько всего, если вы смотрите, а вы увидите нашу видеозапись, то вы увидите какая-то юная, очень красивая девушка и вот занимается, да. Ярослава, получается, что вот вам было 20 лет, вы начали заниматься и встречаться, пересекаться, общаться с конкретными живыми детками. Да. Из детских домов, да, за этот период времени, то есть эти дети, они уже выросли, они уже вышли из детских домов. Вы каким-то образом знаете об их судьбах? Да, это вообще очень интересно, потому что до 2015 года, когда я была вот просто как проектным руководителем, в тот момент, когда девушки закончили своё участие, да, ну, как бы на деле, то есть по бумагам они ещё были, я как бы пыталась какие-то проекты двигать, это успешно получалось, но я тогда работала, ну, если так можно выразить, то есть поддерживала мероприятиями только один детский дом, это Юрмальский детский дом, вот, и, соответственно, там, когда ты работаешь с одним детским домом, конечно, ты знаешь уже всех, и ты наблюдаешь, и я вот даже смотрела старые фотографии, я знаю там, что вот эту девочку там удочерили там во Францию, да, эта девочка там в США уже, эта девочка вышла во взрослую жизнь, мы поддерживаем контакт, да, там она может даже обратиться за помощью, то есть мы такие вот как прям друзья, я вижу, я смотрю эти фотографии, как эти дети там 10 лет назад, потому что мы до сих пор поддерживаем этот детский дом, вот, и как они выглядят сейчас, то есть это да, мы следим. А вот в 2015-м, когда я уже стала официально руководить, как бы фондом, я ушла в первый декрет, и как раз, вот, наверное, это было точком, что появилось свободное время, которое мне, как активному человеку, надо было, как бы, чем-то забить, вот, и поэтому появилось больше времени на благотворительные проекты, и мы тогда начали уже подключать и другие детские дома. Ну вот многие люди боятся, боятся, наверное, да, вот этой темы чуть-чуть, потому что боятся эмоционального такого удара, да, как вот вы с этим управляетесь? Ну вот это тоже, меня часто спрашивают люди, которые ещё не в нашей команде, которые не участвовали, да, они говорят, а как ты вот, ну это очень популярный вопрос, то есть а как ты на это смотришь, и как, то есть у людей порой такое представление, которое, оно неправильно, да, что ты приходишь в детский дом, и там, я не знаю, откуда это, из каких-то фильмов советских, или откуда, вот, какое-то такое неправильно совершенно, то есть, что как будто бы ты приходишь, к тебе там бегут дети, там, голые боссы, они бегут, говорят тебе мама, да, они думают, что ты их заберёшь, ну, как бы, такого нет. То есть такого я не видела нигде. Один раз меня мальчик назвал мамой. Ну, конечно. Совсем малыш, наверное. Да, это было эмоционально тяжело. Ему было лет пять. Но он как-то так назвал и потом забыл. Так обнял и забыл. То есть там не было такого, да, что забери меня и так далее. А остальные, ну, они все понимают, чем старше они становятся. Они все понимают, как бы, где они, что они, что произошло. То есть они не ищут вот этой жалости, как бы, не бегут к себе. Они воспринимают нас как друзей. Это не нужно. Нужно нормально, да? Да, и к ним ни в коем случае не надо, вот, правда, относиться к каким-то обзеленым, жалеть, что-то там, идти на какие-то уступки, да, потому что они выйдут во взрослую жизнь, и, ну, вряд ли кто-то пойдет на эти уступки, поэтому... Вот вы очень важный момент отметили, что вы следите за судьбами этих детей, поддерживаете отношения. Это такой системный подход. Вот наша программа «Зеленая лампа» сотрудничает с благотворительным фондом «Би Оупен». Это небольшой фонд, который работает очень точечно. И вот что нам нравится, что мы тоже на протяжении уже нескольких лет знаем наших подшефных деток, которым мы помогаем уже не первый раз. И вот девочка, которой мы сегодня помогаем, Лера Якимова, мы с ней знакомы уже практически 4 года. 4 года, да. И это не какая-то разовая акция, что вот сейчас вот мы соберем деньги, заткнем какую-то дырку, и наступит счастье, и сразу человек вылечится. Конечно же, нет, да? Эти детки, особенные детки с проблемами здоровья, им вот это вот лечение поддерживающее, обследование, реабилитация, они им нужны постоянно. И вот Лера – это наш такой подшефный ребенок. И наш телефон, вот мы просим вашего участия, 9-3-0-6-3-8-4, евро-42 за звоночек. Это мы собираем ей на курс реабилитации. На целый месяц. В Минске, да. 3550 евро нужно, это реально, эти курсы снимают у нее боль, спастику. И, ну, это жизненно такая важная для нее вещь. Ну, я вот просто дополню чуть-чуть. Вот если говорить подробнее, да, в марте, многие помнят, мы проводили, Лерочка, очень талантливая девочка, в марте мы проводили выставку ее работ. Она учится рисовать, она пишет картины, она пробует писать, она пишет иконы. И провели такую двухдневную выставку, и буквально за день до карантина это все успели сделать. И людям так понравились ее работы. Многие потом к ней приезжали и покупали даже эти работы, там за какую-то небольшую денежку. Эти денежки собранные были предназначены как раз на реабилитацию в центре Минска, потому что там ей очень-очень сильно помогает. У нее после того, как она перенесла в раннем детстве лейкоз и пересадку костного мозга, у нее там произошло отторжение донорских клеток, кожа стянулась, там были очень сильные проблемы, и стянулись сухожилия, и она поэтому не могла ходить. Ходить она начала, мы уже говорили, только год назад. Это было потрясение просто для всех. Я помню, как она встала с коляски и сделала первые шаги. Мы плакали все. У меня как раз презентация книжки была в полярсе. Вот Леру маму привезла на коляске. И она встала и пошла. Просто даже вот, я даже рассказывать не могу спокойно про это. После этого она уже и танцевать пробовала, и все. И вот это ее сила воли, безусловно. Это реабилитации, на которые она уже несколько раз туда ездила. Именно там ей помогают очень хорошо. И денежки, которые были в марте собраны, друзья «Зеленые лампы» концерт благотворительный провели на вилле марта и собрали тоже эту сумму. Все эти денежки были собраны, и она должна была ехать, но из-за карантина она не смогла вовремя. И она поехала только в августе. И за это время, пока она ждала этой поездки, у нее стянулись очень сильно сухожилия, и пришлось ей вот заново все это разрабатывать. И сейчас нужен очередной вот новый курс, на который мы просим вашей поддержки. 9300-6384. Это наш телефончик «Зеленые лампы». Евро 42 цента за звонок. Спасибо за каждый звонок вам. А сейчас Лера, вот она в больнице. Ей делают маленькую небольшую операцию. Не сложно. Но она просила, чтобы мы передали ей привет в эфире. И сказали, Лер, все будет хорошо у тебя. Мы абсолютно верим. Мы тебя очень любим. И у тебя, правда, будет все хорошо. А наши гостия Ярослава, как выяснилось, тоже знают Леру. Да, мы, естественно, сотрудничаем, дружим с обществом детской палиативной помощи. Полотышка ТБР, но ПАЛА, это ИВАСАП, ТРУП, СБЕ, ДРИБА. Я знаю, что Лерочка была у них на попечении. Поэтому я через них не наблюдала. Теперь через вас. Потрясающая девушка. Она очень. У нее такой взгляд на мир. Ребенок, который провел детство, вообще изолированно, можно сказать. То есть она не ходила, у нее не было друзей. Она была скромной такой, совершенно ребенок неизбалованный. И очень часто и на улице, когда мама ее куда-то вывозила, она слышала такие неприятные отзывы, к сожалению. Но, тем не менее, у нее сердце полное любви. Это невероятная девочка. Я еще хочу сказать, Лера, по такому стечению обстоятельств, по совпадению, Лера учится в Латвийско-христианской академии, изучает иконопись. И пробует писать миниатюры на тему икон. И даже несколько икон у нее уже есть. И вчера по церковному календарю было церковное новолетие. То есть это Новый год. И мы тебе желаем, чтобы этот Новый год, сегодня первый день Нового года, и мы тебе шлем нашу любовь, самые добрые пожелания, и желаем, чтобы этот год у тебя сложился удачно. Да, чтобы все реабилитации, наконец, сработали, и ходила, и танцевала. Когда начнешь танцевать, зови нас. Мы обязательно будем при этом присутствовать. Ярослава тоже. Мы пригласим обязательно. А сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через несколько минут мы продолжим. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в эфире у нас руководитель благотворительного фонда Бернуридс Ярослава Томашевич. И это человек, который вместе со своей командой занимается детскими домами Латвии. Ярослава, вот мы про команду начали. Давайте продолжим. Команде большой привет. Я знаю, что многие слушают. Все знают, о каком речь. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами. С командой вообще такая интересная вещь, потому что, в принципе, до этого года менялись люди. То есть на одном мероприятии кто-то один присоединялся, помогал, от случая к случаю, на другом кто-то другой. И в конце как-то в один момент сформировалась команда фотографов, которые постоянно приезжают фотографировать. Опять же, повторюсь, на благотворительных основах. Кондитеры и так далее. И мы делали первое мероприятие после карантина на конюшне Майорозес. Это тоже наши очень хорошие друзья. Марии, привет, если слушает. Они тоже готовы нас каждый год принимать, наших деток. А где находятся конюшные? Потрясающее место. Она недалеко от Олайна, ЦОДА. Такой поворот на ЦОДА. Я даже после благотворительных мероприятий праздновала своему сыну день рождения. Это настолько мне понравилось. Что нужно детям? Свежий воздух, животные, катание на лошадях, простор, побегать. Это как обычным детям, так и детям, которые… И они воспринимают. Да, они принимают совершенно бесплатно, катают весь день. То есть тоже потрясающие люди. Таких много вокруг нас, слава Богу. И, соответственно, мы сделали под это мероприятие WhatsApp-группу. Я сделала, потому что я поняла, что каждому дублировать информацию, как, куда, что, что делать, что, кто берёт. И люди совершенно друг с другом не были знакомы. То есть один у меня с работы, другой с прошлой работы, знакомый друг, подруга. И вот так сделали группу, всё обсудили. И вот как-то это мероприятие нас так сплотило, что люди стали как будто бы как одна семья. То есть как будто мы знаем друг друга давно. И мы оставили эту группу. Мы её переименовали в WhatsApp просто как команда Барну Ридс, таких постоянных волонтёров. И там обсуждаем всякие проекты. И вот при подготовке к фестивалю эта группа пришлась особо кстати, потому что там было очень много позиций, которые надо обсудить. И у нас есть там кондитеры, фотографы, видеооператоры, звукооператоры, спортсмены и так далее. То есть у каждого свой какой-то талант. Девчонки просто помогали. Очень важно, что там накрыть на стол, потому что это физически один человек не может. Да, то есть у нас вот такая команда, я вот прям... Так расскажите, что немедленно хочется вступить и побежать. Пожалуйста. А на Фейсбуке, кстати, мы, может быть, забегу вперёд. Для людей, кто хочет тоже с нами, помимо страниц, у нас есть ещё группа, она называется на Фейсбуке Берну Ридс Тим. Команда Берну Ридс. Там около 500 человек, если я не ошибаюсь. Мы там есть тоже. Да, в этом тоже есть. То есть там именно публикуются как бы нужды детских домов, какие-то списки рождественские. То есть там вот это вот всё происходит, поэтому смело можно отправлять заявку на вступление. Сразу такой вопрос. Что все эти люди, которые вот просто вот волонтёрские, вступают, помогают, делают своё свободное время, тратят? Что они получают от этого? Да, я расскажу. Может быть, подготовила тоже пару историй, чтобы не забыть, потому что это действительно... Потом с этими людьми просто происходят какие-то чудеса. И мне кажется, самое важное, что эти люди поняли, участвуя вот в наших мероприятиях и вообще в благотворительности, что порой мы очень часто даже больше получаем мы, чем те, кому мы помогаем. Да, то есть вот это такой важный вопрос, потому что люди ждут. Люди говорят, когда следующее мероприятие? То есть на мне уже такая ответственность, потому что когда, когда, Ярослава, когда мы ждём? То есть это такой, не побоюсь слова, наркотик, просто позитивный, да, от которого ты зависишь, и ты постоянно ждёшь, ждёшь, когда, что, когда, что, да. И, соответственно, например, вот просто история. Мы как-то собирали, тоже была очень интересная история, мы собирали одну девочку, которая вышла во взрослую жизнь, как бы, ну, так, наверное, и назову, что собирали во взрослую жизнь. Почему? Ей дали квартиру, ну, квартира, ну, как бы... Социальное жилье. Да, но квартира была совершенно пустая. Это не было в Риге, да, в Риге я знаю, что там какую-то сумму дают на устройство сейчас, квартира, да, но это было в регионе. И на тот момент, это в прошлом году, летом было, то есть ей дали совершенно пустую квартиру. Ну, как бы, а человек, представьте, заезжать, у неё не было даже тарелок, занавесок, ничего. Просто голые стены, голый пол. И вот руководитель детского дома, потому что к нам-то уже, ну, мы со всеми дружим, к нам уже по разным вопросам обращаются, да, не только по мероприятиям. Говорит, Ярослава, может быть, вы можете с вашими вот друзьями, волонтёрами собрать? Всё, может быть, БУ, да, они не преседовали там, что сейчас покупаете, нам обставляете квартиру, да, вы можете? Кинули клич волонтёрам, потом БИНА, есть такая группа предпринимателей, да, кинули туда, и люди просто за день, на Фейсбуке я тоже кинула, да, по позициям, люди за день достали там, начиная с сковородки, там, швабра, да, то есть вообще занавески, стол, стул, кружки, то есть полностью, полностью её собрали. И вот к чему я это рассказываю, одна подружка, которая периодически подключалась к нашему движению, да, на попала, значит, надо было часть этих вещей отвезти в Елгавы, в Елгаве детский дом находился, да, как бы девочка потом жила в другом месте, но она выпускалась оттуда, вот, и, значит, она говорит, ну, давай я отвезу, как бы там, приехала ко мне, забрала, я так посмотрела, что она такая очень грустная, ну, мало ли что, как бы у человека происходит, значит, она повезла, и только потом, через время, как бы она больше вовлеклась в фонд, сейчас она на каждом мероприятии с нами, то есть она мне рассказала, что за день до этого ей пришли результаты анализов, и было подозрение на очень нехороший анализ, да, то есть и она такая увидела, что надо, причём на тот момент, ну, что надо куда-то что-то везти, на тот момент у неё было там из серии денег только на бензин в кармане, да, и человек просто приехал, взял, повёз, и вот она рассказывала свои эмоции, насколько в тот момент, насколько ей это было нужно, что вот Бог ей послал просто вот это задание, да, в волонтёрстве. Переключиться от своих проблем, да. И когда она туда приехала, она зашла, её поблагодарили, она увидела этих детей, она, ну, вот как-то вот настолько это её наполнило, эта поездка, она назад ехала такая счастливая, и на следующий день она сдала повторный анализ, и оказалось, что это была ошибка. Вот как это объяснить? Это, конечно, чудо. То есть вот такие вещи с нами происходят, и это не единичный случай, то есть, ну, есть ещё такие примеры. Ярослава, а как реагировала вот та девочка, для которой за день, в общем-то, собрали все вещи для квартиры? Она была потрясена, потом прислали её фотографии, потому что как раз-то было время выпускных, она выпускалась в школе и как раз вот переезжала. И она сделала всем, кто вот её поддерживал, сделала открытки, сама нарисовала и говорит, спасибо большое, что вы выпустили, что вы собрали меня, и что пусть Бог вас благословит. Она каждому это написала. Вы знаете, очень важный вот этот момент чувство благодарности. Говорят, что вот если ты не будешь благодарить, тебе потом ничего хорошего, в общем-то, могут и не послать сверху. И мы в каждой программе благодарим наших радиослушателей, которые в течение недели помогали малышу, о котором мы рассказывали на прошлой неделе. И вот итоги сбора средств. Мы помогали трёхлетнему мальчику Валтер Суплин. Неделю назад. Да. Ему нужна была специальная курс лечебной АБМ-терапии со специалистами из Нидерландов. И собрано 4097 евро. Принято на наш благотворительный телефон 955 звонков на сумму 1193 евро. И сегодня мы эти результаты отправили маме Валтерса. Маму зовут Саша, Александра. И она нам написала письмо, и мы хотим его озвучить. Вот мама Саша пишет, только приехали с занятий и увидели ваше сообщение. Я расплакалась. Это всё эмоции, которые наша семья переживала всю неделю. Мы получили такое огромное количество поддержки и добрых слов. Я даже и представить себе ничего подобного не могла. Огромное всем спасибо. Вам спасибо за рассказ о нашей семье, который получил отклик в сердцах многих людей. Нам звонили и писали люди с разных уголков нашей страны и даже мира. Наши родные, близкие, друзья, знакомые и абсолютно незнакомые нам люди. Мы поняли, что мы не одни, и никто не должен оставаться один в трудной ситуации. А самое главное во всём этом, что Валтер переживает все эмоции вместе с нами, меняется на глазах. Надеюсь, что совсем скоро он сможет нам об этом рассказать. Эта терапия должна вызвать речь у мальчика. Задержка развития. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Желаем «Зелёной лампы», ещё много-много добрых дел. Спасибо огромное всем радиослушателям. Всем нашим радиослушателям и читателям сайта MixNews.lv, где у нас есть рубрика «Зелёная лампа». Действительно, эти маленькие звонки, эти маленькие пожелания, они превращаются в совершенно реальные дела. У нас в гостях Ярослава Томашевич, руководитель Бернуритц. Мы продолжаем говорить. Я хотела бы ещё одну историю добавить на подобие предыдущей. Наверное, вы очень много знаете таких историй. Да, самые главные. Их действительно очень много. Каждый раз мы удивляемся. Это правда чудеса. Ещё у нас тоже для одного детского дома волонтёр. Попросили они обувь. Они, конечно, просили БАУ. Волонтёр взяла линейку обуви детской для детского дома. Причём взяла её с кредитной карточки. То есть не было такого, что у неё там какие-то лишние деньги. То есть с кредитной карточкой всё купила. И самый большой размер был 34-й. Потому что детская линейка, вот она всё взяла и приехала в детский дом. И как раз вышли ребята, вышел мальчик. А у мальчика, мальчик Никита. Был 37-й размер на этот момент. И он, значит, засовывает ногу в этот 34-й. Пытается. Как золушка. Как пуант. Засовывает. И пытается всех убедить, что они ему как раз. То есть ему настолько понравилась эта обувь. Он говорит, ну мне как раз, мне как раз. И потом, конечно, этот волонтёр делился со мной. Говорит, ну я прям не могу спать. Как он хотел именно такую обувь. Она объездила весь город, чтобы найти что-то подобное во взрослой. И принесла ему 38-й. Ну как раз там с половиной на вырос похожие. И они были немного большеваты. Он залез. Мне как раз, мне как раз. Если я не смею, Никита, говорит, ну тебе и 34-й, как раз и 38-й. То есть настолько. И что самое интересное, ей на следующий день пришёл какой-то перерасчёт. Она прямо мне прислала скрин, потому что это действительно невероятно. Ей пришла с работы премия ровно на такую же сумму. Там 98, по-моему, евро. Как она потратила? Ничего себе. То есть там что-то неправильно было посчитано? Это небесная бухгалтерия. В небесной канцелярии. Вот именно, да. То есть если бы я не знала лично этого человека, если бы она мне не прислала вот этот скрин, потому что она сама говорит, я понимаю, что в это сложно поверить. То есть я бы, наверное, сама не поверила. Но, в принципе, очень важный момент, что она же не для этого делала. Конечно. Вот как мы делаем просто так. Конечно. Вот именно. Просто так. Но потом приходит какая-то награда. Это всё равно не с такими-то путями. Иногда совсем с другой стороны. Ярослава, а сколько в Латвии всего детских домов? Вот таких детей, которым нужна опёка. Да, я как раз посмотрела перед передачей. То есть последняя статистика, которую я нашла, чтобы быть точной, на ноябре 2019 года было 35 учреждений. Да, то есть и 627 детей, которые вот остались без попечения родителей. Ну, как бы с каждым годом это количество становится всё меньше. Ну, как бы надеемся, что такая тенденция и будет продолжаться. Потому что, конечно, самое главное для этих детей – это обрести семью. То есть, конечно, ничто не заменит родительского тепла, но мы делаем то, чтобы в наших силах хотя бы поддержать и быть им друзьями на том этапе жизни, когда они всё-таки находятся без попечения. Ярослава, расскажите о ваших рождественских планах, потому что сейчас всё, уже наступила осень, и это подготовка, в общем-то, к рождественскому периоду. Да, именно так. То есть у нас запланировано несколько небольших мероприятий до Рождества. Но, конечно, каждый год у нас такое самое глобальное масштабное мероприятие, очень интересное, потому что вот с 2015 года детки пишут письма Деду Морозу. Как бы почему? Потому что, ну, это грустно, но им они не могут, как наши дети, написать там маме-папе, да, то есть Деду Морозу, роль которого исполняют родители, да. То есть и поэтому мы запустили такую акцию. И самое приятное и интересное, что это письма настоящие, да, то есть это не электронное письмо, это не просто надпись, что я хочу в подарок, да, то есть это письмо, где ребёнок пишет сам, и для малышей за них пишут воспитатели, как бы, или своих слов. Это просто ставится ящик какой-то в детском доме или как происходит? Это происходит так, что социальные работники там или ответственные конкретно в детском доме всё это собирают, да, говорят детям задания, да, как бы они пишут или на каком-то занятии, как бы, в детском доме с малышами пишут воспитатели с их слов, кто не умеет говорить, они просто описывают этого ребёнка, да, потому что даже если один годик, всё равно мы получаем это письмо, да, то есть полное, вот что я там, мне нравится играть там на коврике, да, и вот они за него, они же знают все этих деток. А они присылают мне, то есть я как главная, главная снегурочка, наверное. Присылают читать эти письма, конечно, отдельная история. Да, это отдельная история, это каждый раз, то есть к этому невозможно привыкнуть. Что просят? Без эмоций. Так, ну вот в прошлом году я специально ещё тоже посмотрела список, и, значит, самые популярные подарки в прошлом году у подростков были вот колонки Bluetooth, наушники Bluetooth, в принципе, вот похожие, наверное, по возрасту, что и дети, у которых есть родители. Да, то есть девочки просят часто косметику, потому что им это такое что-то, да, экстра, а малыши просят часто машинки, вертолёты, радиоуправляемые именно. Девочки в этом году просили помладше куклы Лол, куклы Эльзы, то есть, в принципе, вот что популярно, то они же тоже за этим всем следят. И вы размещаете это в интернете? Смотрите, значит, в 2015 году мы это начали с одним детским домом, вот с Юрмальским, и я работаю в страховой компании «Балта», да, то есть, и они очень помогают, потому что поддерживают вообще, как бы, что я этим занимаюсь, да. Вот я здесь сейчас, например, да, в своё рабочее время согласовав с участием. Молодцы, просто молодцы. Да, и вот мы начали с того, что я разместила в нашем, как бы, интернете, где у нас внутренняя информация, разместила список, и коллеги просто там за пару дней разобрали эти подарки. Знаешь, каждый берёт себе подарок, каждый берёт себе вот это письмо, что очень важно, да, но потом остаётся дарителю. То есть, ну, значит, готовит, упаковывает, вот это очень важный момент, то есть, ты идёшь выбирать незнакомому, то есть, ты знаешь ребёнка только по письму, ты знаешь о нём, сколько ему лет, как его зовут, что он любит делать, как прошёл этот год, да, вот то, что написано. Готовят этот подарок, и потом они приносили его назад в Балту, да, как бы, и мы всё уже развозили в детский дом. А в 2016-м мы взяли ещё два детских дома, и тогда я уже выложила списки на Фейсбук, то есть, я тогда в своём личном профиле, мы сделали так, что вот пост, и в каждом комментарии отдельном был подарок, и чтобы зарезервировать, человек нажимает «ответить», и тогда получается, чтобы не надо было, как бы, обретать просто. И всё разобрали. Всё разобрали, да. Значит, дальше у нас в 2017-м было уже 70 детей, в 2018-м 202, это уже 8 детских домов, и в 2019-м у нас был рекорд, было 20 детских домов, 403 ребёнка. То есть, в принципе, я посмотрела, это 64%. Помню, мы писали тоже про это, это, конечно, в восторге. И знаете, что, вот, пожалуйста, на страничке Берну Ридс, да, будет размещен этот список. Да, Берну Ридс Тим в группе, да. Размещен очередной список, и уже, наверное, очень скоро. Да, я думаю, что в конце ноября, во второй половине ноября. Вы знаете, вот очень интересно, ровно неделю назад в этой студии, вот на том месте, где сейчас сидит наша гостья Ярослава, у нас была гость эфира, кинодокументалист Лайма Жургина, в принципе, классика латвийского документального кино. И мы не успели поговорить в эфире, но за эфиром она нам рассказала. Она говорит, я очень хотела рассказать про мой фильм «Гадкий утёнок. Дитя человеческое». Этот фильм был создан в 1985 году, и там есть сюжет о детском доме и о детках, которые писали вот эти письма Деду Морозу. И просьбы были такие, чтобы моя мама не пила, чтобы у меня были золотистые волосы, чтобы учителя не кричали, а говорили словами, чтобы дураки были умными, чтобы мой будущий муж не был пьяницей. И только два было в этом конкретном детском доме, только два материальных желания загадали. Один мальчик хотел, чтобы у него был мотоцикл, а девочка попросила туфли. И что интересно, буквально пару лет назад этот фильм 1985 года, к ней обратился международный фестиваль, запросил этот фильм для показа, и её пригласил. И она говорит, до сих пор эта тема очень актуальна и находит отклик. Ну, вот Ярослава нам подтвердит, что помимо материальных, потому что дети есть дети, им хочется всё, да, игрушки, всё. Но гораздо, наверное, важнее какие-то другие вещи, которых не хватает им. Да, конечно, поэтому мы стараемся не зацикливаться, пока это успешно получается, на каких-то материальных вещах, потому что, конечно, очень популярно. Просто это тоже хорошо, да, то есть это классно, что вот на Рождество люди вспоминают, вот надо что-то сделать. Но, конечно, хотелось бы, чтобы мы как общество вспоминали всё время, потому что дети же нуждаются в нашей поддержке, и не только, даже меньше в материальной степени, чем в морали. Воззывчивости. Воззывчивости в нашем внимании, да. Они даже любят, вот когда просто мы можем приехать с подарками на Рождество. Мы же не просто приезжаем, раздаём им подарки, уезжаем. Мы устраиваем какие-то игры, посиделки, мы пьём чай с печеньем. И часто даже потом пишут, что эта часть им понравилась намного больше, да. То есть просто вот приехать. Сейчас даже можно стать ментором для детей, да, то есть какого-то одного ребёнка постоянно вот опекать. То есть возможностей много, было бы желание, как говорится. Ярослава мама троих детей, да. И мы знаем, что на одном из фестивалей недавно вот муж, её муж жарил личные шашлыки 70 килограмм. На 70 человек? На 70 человек, да. На 70 человек, да. И дети в восторге были. Дети как-то участвуют в этом? Они совсем маленькие? Да, у меня старшему 5, среднему 3, младшей дочки год и 8, да. То есть тоже была интересная история. Вот я хотела рассказать, что про детей, да, вот тоже у меня отмечено, что, мне кажется, очень важно во всём этом, что родители берут детей. Часто даже мне очень часто люди говорят, а можно я возьму своего там сына, дочку? Потому что я хочу, чтобы он на это посмотрел. Не то, что вот он сейчас посмотрит и оценит, что он там хорошо живёт, а они, нет, нет, не к этому. Просто, чтобы он посмотрел, что мир состоит не только из-то, там, купи мне новую куклу. Очень важно. И так далее. И мне очень приятно, что вот люди, всё больше людей этого понимают. И это позволяет детям посмотреть на мир всё-таки другими глазами. И вопрос, опять же, повторюсь, для кого это важнее, да, вот для детей, кому мы помогаем или кто в этом участвует. И, например, вот на Рождество мы дарили в Елгавском детском доме подарки и как бы делали праздник, что подростки из танцевальной студии Елгавской, они танцевали для них. То есть, там, как мастер-класс, да, и там была такая картина, они были первый раз, и что вот эти подростки, там, 15 или 14 девочки просто отходили по очереди поплакать рядом в помещении, да, то есть, они говорят, я не могу, то есть, они, причём не было никто там, ну, то есть, обычно проводили время, да. То есть, сердце начинает работать. Да, да, и с моим, с Сашей, со старшим была история, что как-то я что-то разбираю, у меня же всё дома, у нас же нет ни склада, ни офиса, да, то есть, всё это по домам, да, вот сейчас на этот год надеемся найти какое-то помещение, потому что это тяжело. уже становится, вот, то есть, я разбираю там эти подарки, конфеты, чтобы поровно было, засыпаю, он говорит, мама, что ты делаешь, мама, кому это, а там же подарки, как бы тоже, которые ему интересны, да, и конфеты, я говорю, там, чупа-чупсы, всё, я говорю, Саша, это для деток, у которых нет родителей, как бы, да, я говорю, так бывает, он задумался. Потом, значит, на следующий день захожу к нему в комнату, он на такая кухня-то игрушечная, и он там что-то жарит, и говорит, Саш, ну, что ты делаешь, он говорит, я жарю блинчики деткам, у которых нет родителей, то есть, он это запомнил в 5 лет, да, то есть, и он, и он очень часто что-то видит, и какие-то подарки, что-то делает, говорит, мама, это деткам, у которых нет родителей, да, то есть, ну, вот такое, то есть, это тоже очень... Очень важный момент, да, я тоже хотела добавить, касаемо того, что не все, ну, как бы, что есть дети, которые не просят материальное, да, в этих письмах, то есть, есть такие случаи, даже несмотря на то, что они знают, что они получат, я тут тоже пару выписала, то есть, одна девочка не просила ничего, она только попросила, чтобы все были здоровы, это вот на последнее Рождество, да, то есть, повторение 85-го, да, вот, было такое письмо, это я без слёз не могу читать, но постараюсь. Дорогой Дед Мороз, я давно тебе не писала, наверное, потому, что становлюсь старше, как жаль, в этом году дела шли по-разному, и то, что я хочу, нельзя купить за деньги, но будь добр и принеси каждому ребёнку чувство любви и семьи, так как это то, чего больше всего не хватает в наше время, я на Рождество буду в своей новой семье, где меня полюбили и приняли такой, какая есть, то есть, это в 15 лет девочка, и она ничего не попросила, конечно, мы подготовили подарок, то есть, да, но это потрясающе, и следующее тоже, вот, это отрывок, что «Мне кажется, у меня всё есть», это уже другой ребёнок, да, «Мне кажется, у меня всё есть, есть что одеть, обуть, есть еда, две руки, две ноги и голова на плечах». Просто, когда это читаешь, даже у нас каждый раз, потому что всегда уже у нас, да, получше машина, ну, как бы это свойственно людям, получше то, получше, но когда читаешь вот это, что человек, который, да, в детском доме, который мог бы обидеться на судьбу, да, там, пойти каким-то девиантным путём и так далее, то есть, он пишет такие вещи, то есть, это тогда, вот, правда, мы там плачем просто все сразу. В общем, да, спасибо вам большое за то, что вы это всё делаете, и действительно очень важная мысль прозвучала, что это для себя, в первую очередь, очень-очень важно, то есть, всё, что ты делаешь людям, всё возвращается к тебе. У нас программа подошла к концу, да, очень быстро. И напомним, что мы помогаем 18-летней Валерии Якимовой собрать деньги на очень важную лечебную реабилитацию, Лера, ну, у неё инвалидность с детства очень тяжёлая, и счёт опубликован на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» или на Фейсбуке, страничка «Зелёная лампа», кириллицы русскими буквами, и там банковские реквизиты, специально открыт счёт помощи в благотворительном фонде «БиОупен». Да, это очень важные манипуляции медицинские, там, реабилитация, которую делают, делают уже несколько раз, она была в этом медицинском центре Минска, и сейчас ей нужно на месяц туда опять поехать, чтобы закрепить результат, чтобы она ходила уверенно. Спасибо всем, кто были с нами, спасибо Ярославу за такой эмоциональный, очень важный рассказ. Мы ещё будем встречаться и поддерживать вас. Спасибо. И спасибо всем нашим радиослушателям, которые откликаются на те истории, которые мы вам рассказываем. Всего доброго, до следующего вторника. Пока. Пока.